Самый русский город Китая, так называют Манчжурию, город, который стоит на границе трёх стран – КНР, Монголии и России. Его ещё называют окном в Азию. И не случайно, это самый большой сухопутный пункт пропуска Китая. В 2016-м его пересекли 450 тысяч российских туристов. Это 27% от всего количества туристов, посетивших Поднебесную. И в Манчжурии делают всё, чтобы россияне чувствовали себя как дома. Для этого китайцы добавили родных русскому сердцу символов. Одно из протягательных мест для иркутских туристов – это, конечно, площадь Матрёшек. Здесь их 200 самых разных размеров, цветов и форм. Но самое главное – вот она, Матрёшка. Её высота 30 метров – это будущая гостиница. Она только строится, но уже вошла в книгу рекордов Гиннесса, как самая большая Матрёшка в мире. В следующем году предполагается расширить площадь. А пока можно посетить музей русского искусства. Мы создали такую атмосферу, будто весь город выглядит как музей архитектуры России, чтобы сделать Манчжурию родной для русских. Также все вывески дублируем на двух языках, чтобы гостям было понятно. И почти каждый житель нашего города говорит на русском языке. Чтобы привлекать сюда соседей, мы повышаем качество и увеличиваем ассортимент товара. Тысячи магазинов переполнены самыми разными товарами. Одежда, электроника, сувениры, упрощённое получение виз, близость к границе, возможность въезда на собственном автомобиле – всё это превратило Манчжурию в настоящий торговый рай для путешественников из Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Меня устраивает то, что это недалеко, поездка получается дешёвая для меня, и товар нормальный, разнообразный, и приветливые люди, и ездить отдохнуть, и есть что посмотреть. Я уже много лет, больше 20 езжу, и поэтому у меня столько здесь друзей китайцев, и я с ними общаюсь, и мне нравится всё. В последние годы, благодаря совместным усилиям правительства Манчжурии и правительства Иркутской области, развивается двустороннее сотрудничество в различных сферах, упор на культуру и туризм. Один пояс, один путь – это наша главная концепция, основная задача – реализация совместных проектов. И главное, над чем мы работаем – это строительство экономического пояса нового шёлкового пути, который повлияет в том числе на развитие туризма, а это имеет стратегическое значение для наших стран. По данным Агентства по туризму при Ангаре, наш регион в этом году посетили почти в три раза больше китайских туристов, чем в прошлом. Жительница Манчжурии Чуньюичи приезжала в Иркутскую область, чтобы увидеть густые леса Сибири, как их нет в Китае, и, конечно, жемчужину планеты. Байкал очень большой. Россияне говорят, Байкал как море. И когда видишь это своими глазами, это звание заслуженное. Байкал очень чистый. Когда стоишь на берегу, можно увидеть дно водоёма. И я считаю, у вас хорошо работает программа защиты окружающей среды, потому что, когда туристы выезжают из Байкала, они с собой забирают мусор. Также наметилась новая тенденция – шоппинг-туры в Иркутске из Китая. Жители Поднебесной считают российские товары экологически чистыми. Поэтому в год экологии, имя объявлен 2017-й, интересы стороны туристов, скорее всего, только возрастёт. Туэна Ямаева, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok